Новое это совсем не забытое старое. Приемы традиционного петчверка отличная возможность придумать на их основе новые рисунки, но слегка видоизменив прием. Для летнего рюкзака мы используем рисунок на базе обычного квадрата, а для сумки традиционный прием бревенчатой изба, но рельефный и объемный. Сегодня с вами Татьяна Лазарева. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня все чаще работу с маленькими лоскутами ткани называют лоскутотерапией или петчверктерапией, в зависимости от того, в каком уголке нашей планеты живет художник. Ведутся споры, кто же первым придумал сшивать маленькие лоскутки ткани в огромные яркие уникальные полотна. Но мне кажется, наибольший интерес представляет не то, кто первым придумал, а то, что создается современными художниками. И действительно, очень многие люди, и мужчины, и женщины, и дети, и взрослые, работая с текстилем, создают настоящую летопись уже сегодняшнего дня. Ну что ж, как утверждал средневековый домострой, мастерицы, хорошие жены, доход и сбережение всему. Мы сегодня будем сберегать и создавать уникальное текстильное настроение себе и своим близким. Я предлагаю очень простые приемы, но они найдут применение и в интерьерных вещах, и, может быть, для того, чтобы украсить или удлинить одежду. Мы будем создавать сумки. Это практичный элемент, без которого, в общем-то, трудно обойтись в любой ситуации. Хорошая сумка в хороших руках – это и подарок, и подарок себе, и подарок своим близким. Для работы нам потребуются обычные полоски ткани. Полоски могут быть любой ширины, и от того, какой ширины изначально полоска, будет размер вашего рисунка. То есть квадратик, который будет в основе рисунка, он будет зависеть от ширины полос. И самое простое – мы сшиваем между собой четыре полоски, контрастные по цвету. То есть две полоски у вас будут достаточно яркими и интересными, а две полоски будут какими-нибудь монохромными. Например, белый, черный или красный, или зеленый – те, которые будут фоном для нашего рисунка. Итак, мы соединили между собой по четыре контрастные полоски. Заутюживаем припуски. Их можно заутюжить в одну сторону, а можно разутюжить. Это зависит от того, какой толщины ткани у вас в работе. И еще очень маленький интересный совет. Если вы сделаете два полотна из полос, и на одном полотне вы активно заутюжите справа налево припуски, а на другой комбинации слева направо, то разрезав потом на следующем этапе на элементы ткани, вам не нужно будет разворачивать припуски, потому что они должны будут развернуты в разные стороны. Это очень важный момент. Итак, вы соединили между собой элементы, потом с помощью картонного шаблона или линейки вы делаете разметку и по этой разметке осуществляете расчленение ваших блоков на квадраты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 И так мы разделили блоки на квадраты. У вас получились вот такие необычные элементы. Вы их можете соединить между собой просто в шахматку и набрать полотно, а можете сделать сдвиг. То есть вы будете соединять вот таким образом, лесенкой, соединяя между собой полоски из квадратов, но только поднимая каждую полосочку вверх, и у вас получится вот такой набор. Он может быть любой длины. То есть в зависимости от того, для чего этот элемент вам будет необходим, ну, например, если вы заканчиваете таким образом лоскутное одеяло, то действительно эта полоска будет длинной. Если это будет отворот рукава, она будет равна именно длине вашего отворота. Это может быть воротник, а может быть деталь сумки. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...